итак всем привет с вами пух и это реплей под номером 69 списка лучших игр за всю историю варкрафта играют немецкий игрок мил неоднократный победителя если чем они то есть один из самых успешных в плане денег по крайней мере точно европейских игроков и против него выступает корейский эльф из клана wicked человек который является одним из первопроходцев вардан ее одним из самых ярых юзеров и так далее много очень страт он свар дан открыл часто ее обузил надеюсь в этой игре макарас это увидим потому что карта супер подходящие для варденки да вот она варденка в заказе барак достаточно стандартный на меркенарии мил это все увидел вот ставит ферму прокси билдолер неплохой здесь архимаг по стандарту решил не рисковать вот можно было бы взять мк попробовать и соответственно вардан законтрить но проблема в том что наверняка вы знать не можете никогда хотя тогда была мета варден вот этот матч был сыгран как раз в этот период и сокер был одним из игроков которые ее супер часто использовался на таких картах на этой карте наверно при всех имеющихся раскладах знаниях истории игры я думаю к взять был бы точно не ошибка но проблема в том что если вы берете мку и там где он hunter то это практически практически авто луз на таком уровне на имеется виду на высоком уровне игры так ну все варденка спалился и мило бежит крепить зеленую точку потом скорее все пойдет крепить натурал очень так сказать часто так играл и в мироре в том числе но также может пойти на меркенари в принципе стандарт но четырех рабов достаточно мало для меркенари поэтому я предположу что он побежит натурал сразу же вот довелось мне также играть за мою так сказать профессиональный пол профессиональной карьеры с этим игроком как милана нгл очень сильный хуман не все-таки бежит куда да на меркенарий но 4 раба этого мало для криппинга меркенари от эта ферма мне не нравится порядок медленнее крепим будет учитывая то что еще рабы задержали здесь так да хочется отметить что против варденки крепить натурала сразу же не лучшая идея потому что при таких раскладах много времени потеряйте и будете и under level так сказать так смотрим все орденка по накатанной крепит уже натурал второй с половиной амулет маны очень неприятно здесь куплено кстати не знаю я что выбрал сокер в качестве основного скилла это может быть как верно же и fan of nice так и тагер shadow strike то есть видите у нее один скилл point все еще висит и тут же стоит экспант мил получает третий левел и параллельно что будет крепить зеленую нет чтобы крепить дакер взял окей начинает мил с вышки не очень мне нравится эта идея и не очень нравится идея харасса сокера со второй варденка много хпм потерял вынужден отбежать вот на особо времени много мил не потерял даже учитывая то что начал с вышки ресурсов у него навалом хорошие у него продакшн видите на дерево не часто так увидишь да хочется отметить сильную сторону мил это естественно макро игрок его сильная сторона это опыт и и макроигра вот микроконтролем он особо не отличался до сокер на отметить через варденку играет очень часто сейчас такое не увидишь и имеется ввиду стратегии которые он исполняет такие как например пуш с двумя бараками катапультами и одной лорницы и дрядницы через фаст экспант это очень редко видишь очень сильная страта с катапультами без промахов хоть они и тонкие но очень сильная страта получается варден супер быстро качается против фаст экспанда хуманского работает на ура очень много тонкости в этой страты сих ум он не делать второй барак рифлофт ему будет тяжело справиться но посмотрим что мил предпримет экспант скорее всего отметить не удастся да это так шерл страйк первого уровня то есть что там два фэна взята тогда нет блинка посмотрим не не все таки просто он кинул первый шерл страйк имеется ввиду сокер не качнув не прокачав скилл еще он взял скорее всего блинк и шедоу страйк зря мил здесь харасит против 3 варденки вот он только сейчас юнитов на отдавал сокер еще ничего не потерял кстати только юнитов на отдавал и телепорт инициативы экспант никак не задержал напротив шаду страйка второго уровня все эти мерки такому 1 арча упала так ищет ищет сокер варден варденка и архимага архимаг у нас что архимаг отлетает минус архимаг запускается течь должен должны делаться грейды на плюс один хантам арчам и катапульта один и тот же great не часто он используется дайте с грейдами 20 еще атака должна но смотрите варденка уже четвертого уровня сейчас будет супер жестко готово так висков еще не перевел халявный течь без вышки от мил хотя бы магическое здесь должна быть и на блинк по-любому должен быть вкачаны и варденка легко уходит да блинк видите изи здесь одна магическая но и пока хватит видит мил глазом которому выпал с куда с магазина что что делает что делает его визави хороший слов выжиг ману продублировал слово и не отдал голема очень важного голема лишает варденки мобильности очень-очень а вот сокер чет втыкает своими ресурсами один барак здесь другой здесь окей нет все таки не до контроля уме увидите отдал таки жадно жадно еще и тролли отдает и прожимать телепорт четвертое с половиной 46 даже варден вот проблема в том что где-то минуту без виспов на руднике сокер его преимущество было бы еще весомее по вовремя нет через две лорнице решил играть окей тоже как вариант но говорю сокер известен тем что также играет и через пуш с катапультами но здесь особо вышек а вот здесь 2 до грейдилась здесь только строится вторая панда нанята нет похоже будет стандарт играть но как вариант он может сыграть и в катапульт но видимо понимает что слишком большой перевес решает не рисковать против хумана который ну то есть не за не зато верился особо вот хотя страта канает и даже против хуман который не тратит много ресурсов на вышки но иди идея в этом я думаю пошли грейды и медведем уже дриадам игра в макро перейдет очевидно наши воины ступили в бой так подстраивать виспов сокер чтобы не просесть по дереву во время течи на т3 так как часть виспов эль всегда тратит на постройку каких-то зданий часть зданий этих виспов качестве жертвоприношения забирает отменил одну вышку мил blacksmith чуть-чуть запоздал и ставит он собирался на т2 играть даже на т3 blacksmith надо или кузнецы надо стать намного раньше чтобы уже заказки тигры и так мало виспов тем тем временем все равно сокера ему нужно больше виспов здесь подстроить на экспандер вардан почти 5 так и уходит в тир-3 но это увидел сокер сейчас уже время здесь теряет эльф корейский пытался по моему мил добить вышкой юнита да да смотрите контроль это да это уже добил сочное место нашел сокер на базе ухумана витя девушка не достреливает и регенит ману здесь все равно есть бутылка мана параллельно панды скрипится с деревом варданка 5 убегает архимаг 29 лимита ухумана архимаг все еще третьего уровня так и что у нас здесь будут танки да видите сокер не стал играть в пуш с катапультами а он бы прокатил опять минус телепорт да да должен быть минус тп или архимаг будет еще один тик до минус архимаг мио не законтроль этот момент остаться у героя не посмотрел в итоге его отдал здесь тир-3 хумана быстрее тир-3 потому что завтыкал эльф с продакшеном вот эти косяки видите с несвоевременной посадка виспов в шахту подстройкой на т2 у него два дерева был мог с обоих деревьев строить виспов на дерево так нет это мортир и грифоны будут без без танков ну или может быть с малым их количеством кей пуф ламбер хорвестинг от хумана делается грейды танком и мортиром из панда получить третьих третий уровень скоро хорошие ты мой бутылка маны большая можно переучить варденку и наказывать за отсутствие вышки на базе у хумана в целом достаточно весомая ошибка против мана зависящих героев не ставить вышку на базе видите сокер думаешь там будут танки то что мы видел воркшоп и т3 и строят бараки пока не критичное вложение ресурсов для защиты у эльфа пока не критичная вот но посмотрим эльф уже крепит точки хумана совсем наглеет но понимает что у него перевес архимарк еще в таверне ой то есть в алтаре кажется что на вот на такой стадии кажется что у хумана нет шансов выиграть они играют одна в одну базу у эльфа экономика не хуже чем у хумана экспант поставлен чуть чуть позже но уже x начал добывать прибыль хуман никак не задержал эту постановку экспанда больше бас никто из них не может поставить у эльфа останется в руднике больше золота по достижению хумана банкротства что еще может быть какие ауты есть у хумана вот если меня спросит сейчас как выиграть хумана вот ему он хочет играть на победу очередное минус 350 золото минус телепорт что хуман должен сделать чтобы здесь выиграть во первых ему нужны естественно ошибки эльфа то есть сейчас все полностью в руках корейца и если какого-то провального файта он не совершит то он безусловно выиграет у него герои варденка 54 по уровню панда закрепил почти всю половину карта хумана получи чего туры здесь 54 против 31 героя то есть единственное что может спасти мил как я уже сказал это ошибка эльфа 1 2 момент это грамотно грамотный микс юнитов и третье это хорошее хорошее распределение так сказать имеющихся ресурсов потому что эльф видите несмотря на то что у нее 2000 золота он уже вышел из лимитах он все еще сидит в полтиннике то есть вот это может сыграть на руку хуману вот ему придется выйти в какой-то супер качественный лимит и дать какой-то какую-то крутую какую-то крутую битву сейчас можно отдать варденку то что мк подошел с молотком или не не хватит урона варденку убегать должны нет ой сокер какая ошибка от сокера пожадничал сокер окей качнул героев мк почти 2 получил еще двух троллей зачем-то взял надо сапоги мк передавать чтобы он догонял еще вот эту тролля до передал передал но завтыкал с контролем мил догонится ром может тогда не решать не бежать и так 50 лимита окей без варденки нападать эльф не может здесь панда 4 с половиной будет до 5 к счету на или нет какие минус медведь на прокачке минус 5 варден минус ведь на прокачке ну близко к пятому можно качнуть панду но смотрите эльф вышел из лимита потерял варденку пятого уровня вынужден был купить ее в таверне то есть это очень дорого но все равно это не окупает того харасса и тех потерь золото в дебюте и мид гейме от хумана вот поэтому пока еще все у эльфа неплохо но это уже задел задел на на небольшой камбэк от хумана но я повторюсь этого все равно мало хуман в полтиннике 2000 золота уже скопил видит что нет никаких крипов нигде до панда не не должна на 5 получать мне кажется на близко будет но не 5 fan of knife так до сих пор и не выучен кажется эльфом не догадался как-то но вот а вот здесь вот можно получить кстати тут же химера строится под 80 лимита мил постоянно скаутит у нее четыре воркшопа вот сейчас уже не выгодно тратить тротики на одного раба то есть он переучился бы на fan of knifes один забег уже бы окупил эту книгу забвения один за забег минус там 4 раба уже бы все купила быстрее бы шестом качнулся так ну вот видите не хватило до 5 а и вот это эльф ошибку совершает он выходит в сотку у него три химеры увидел ли это да увидел меня увидим постоянно светит флэйрами то есть ракетами мортир достаточно ли анти антир у эльфа только панда на панда пятого левела сдувает верты на уран их можно расконтролить все равно то есть вот эта ошибка эльф он это еще дает ему шансы и он строит смотрите хавков еще вот это круто то есть как я уже говорил о один из моментов которые могут помочь эльфу кого хуману камбэкнуться это крутой микс юнитов и ошибка эльфа вот он хавков вертолетов строит это суперский анти-эр и если эльф на fan of knifes не переучился у нее только панда с дыханием то все может быть не очень хорошо 90 тут 79 игры d30 вертолет очень быстро достраиваются у них максимальные грейды на атаку здесь у эльфа кстати 32 меж делал гиппогриф в четыре штуки этого маловато миу тоже выходит из лимита но он быстро в лимит вернется сейчас эльфа в хай апкипе находится намного дольше чем хуман хуман даже минут еще не прибывает у него вот а вот эльф уже где-то минуту или полторы наверно и так смотрим так подловил но неудачно очень плохая позиция для эльфа если вот здесь вот примет битву эльф то он отдастся панда не может пройти чтобы нормально отдыхнуть ее оценивает мил молотком ой только куда ты летишь вертами подставляешь вертов делает т.п. эльф но эльф отдал здесь здесь где-то 20 лимита наверно или около того 17 20 лимита и химера 1 спаслась на лалах но панда качнулась до 5 варда почти 6 паладин почти 2 мк 2 с половиной еще часть вертов выжила сокера 7 стал мил 88 теперь уже ему не стоит сидеть в таком лимите так делает делает еще дополнительно древо ветров эльф то есть будет тут воздушная война просто 3 химер девать некуда их над защищать их не хочется отдавать против такой машины при при этом имея пятую панду и эльф решает закоммититься воздушную войну у эльф очень жесткий анти-эйр конечно вертолет все видит до сих пор не перечислился на фан оф на из тротик на такой стадии уже не валиден потому что хумана видите есть во первых доступ к ставку есть паладин даже 1 уровня который нивелирует очень много входящего урона учитывая то что это дэмэдж овертайм наносит ну изначально урона как бы дается бёрстовый но потом какое-то время идет дэмэдж овертайм то есть бёрст урон изначально который входит контриться даже первым лечением а потом дэмэдж овертайм тоже как раз упала на кулдаун от холила это идет и отличивает все оставшиеся так что не особо пригоден даггер особенно воздушной войне давно надо было переучиться на fan of nice ты еще одна такая ошибка эльфа я бы сказал то есть существенно ведь он уже сколько бегать с этим дротиком не убил своих рабов и остался 8 как я говорил макро это его сильность работа на конец на дротик переучился эльф лучше поздно чем никогда как говорится так эльф 33 у него грейды не забывает делать грейды это фоги на заметку кстати ну и всем остальным эльфам который сейчас играет круто круто но 84 мне не нравится лимит я бы задиспейлил виспов потому что дерево тонну жен его должно хватить тем более часа закончится рудник не над диспелить не хочется делать эльф конечно не хватает ему макроосведомленности так сказать хуманской или фафашный не знаю очень много ресурсов он теряет то есть по сути я думаю по добытой голде хуман даже впереди может быть из-за вот этого обкипа долгого в нем пребывания так сказать хорос рабов уже особо ничего не делать только для экспириенса в орденковской но учитывая то что это будет война воздушная 6 ультимейт можно даже блин качнуть для мобильности потому что но особо это ульта у кого здесь из мортир только трупы плодить собственных дриад но дриад мортиры могут взорвать и не оставить трупов поэтому то есть видите не так много вот этих собственных юнитов но опять же их могут быть и марки их могут взорвать мортиры но даже если их не взорвут мортиры то все равно это не так много трупов увидите ладин спасает став отличиваются юниты и светит видит края ты здесь 00 здесь 31 или впереди по грейдам доделать 2 грейд на защиту у хумана да мне кажется блин взял сокера мне нравится эта идея попытался за обузить блин к задолжить молоток но не сколько стоит дача посмотрим опять до 10 ману это третий блин к но мой взгляд это правильное решение все мил вышел в хапкип тоже испугался что эльф пропу что большим лимитом несмотря на то что золото у него еще в руднике есть можно было тысячу выкачать но видите его база особо не защищена то есть он не успеет запампить свой продакшн в сотку выйти если эльф на него нападет потому что ничего не сдерживает выше две штуки химеры все быстро убивают и но опять же смотрим хороший фэн оф найкс очень хорош я бы зашел эльфом сверху убил в магическую вышку гвардовскую на гвардовскую даже пофиг и потом уже врывался ключ это магическая вышка конечно панда из инвиза кстати задышал вот это круто чтобы ее и молотком не отзонили но слишком много вертов видите какие они жесткие дыхание было такси кстати да и эльф проиграл воздушную войну слишком много было вертов видите за кулдаун одного дыхания убили верты весь воздух 40 на 73 но здесь умер паладин качнулись архимага мк соответственно что осталось у эльфа вот сейчас эльфа после потери воздуха не нужно строить воздух ему уже просто строить землю медведи и дриад да все верно он делает просто тогда а было три химеры и за них стоило бороться то есть 15 лимита до пытаться играть в воздушные воздушные дерби так сказать но сейчас уже нет в этом смысла во первых уже нет столько запаса по ресурсам то что полторы тысячи это мало да во вторых потому что ты делаешь части лимита хумана не юзабельный тушь вертолеты они землю особо не бьют то есть урон очень маленький можно пообузить вот так вот здание но там панда и у нее должен быть персональный став и она будет потихоньку убивать вертолеты кстати почему нет сферы яда непонятно а вот по земле что хуну хуну 76 лимита но очень много лимит у нее вертолетах то есть на самом деле я думаю как раз 26 лимита у него вертах и есть или около того мы можем посчитать но я думаю на глаз там две пачки или около того может чуть больше так что потихоньку будет отдавать конечно этих вертов потому что их тяжело контролить панта там даже если по несколько вертов с дыхание будет цеплять течение времени это будет достаточно такое ела дыхание 740 золота осталось смотрите но вертов тоже бы нежелательно терять потому что будет возможность тогда поиграть бэйстрейд не задолжил осипса тот жил было бы круто ой минус 3 мартира это жестко 67 лимита умею чем будет строить на это вы чуть-чуть а параллельно харасит здесь панда дышит бум бум так строит магазин экспе ну что опцию хуман и попытаться сыграть в пэйстрейд наверное все таки такой армии он землю не выиграет герой слишком сильные то есть в открытом столкновении хуман все еще слабее считаю что наверное является правдой хотя или мы да не все равно маловато там панда станет 6 развалится риджу вы не чем диспелить да так что герой будет танковать не хватает сферы яда я бы купил на самом деле сейчас имеет смысл вкладываться в героев потому что юниты не будут кост фиктивны на оставшиеся так сказать небольшое количество золота ой видите ну опять чуть не доконтролил там здесь и все было бы сфера яда хорош не успел сокер мне все 747 уже действует разница но на самом деле у эльфа боевого лимита больше хотя 8 614 здесь 12 15 18 не и плюс 523 не уэль у хумана больше но имелось ввиду что эльф сильнее все равно по земле потому что у нее более прокачаны герои панда 6 но если три панды считать как 5 лимита каждый то 24 будет на 23 что в целом является правдой потому что затем мелкие панды они как 5 лимита как три героя так что технически да вот может период укачать или дротик даже не знаю вот наконец-то купил сферу я думает я считаю что это супер правильное вложение средств на такой стадии сокер в прошлом посчитал также видите крутая катка получается поэтому она и в топе топ 69 но учитывая то сколько игр сыграли даже профессионалы не любители в эту игру то есть если только соревновательные катки брать все равно 100 отобрать из них даже 69 в этом списке она реально все равно крутая но собственно мы это с вами видим ведь еще два верта дал три верта 4 верта ну просто там убил колодец отдал четыре верта то есть так из этих вертолетов что в убийстве строений что убийстве воздуха вражеского это как как веник то есть каждый из этих вертолетов по отдельности очень слаб как прутик но вместе они очень жесткие но видите потихоньку этот стак ослабляется и уже урона наносить совсем не будет это даже несмотря то что мил не отличается особым контролем то есть надо отдать должность что вертолетами в таких ситуациях тяжелый контроль потому что ваш визави просто посылать через атаку кастует спелла вам вот ну любой завтык вы караете даже вот просто два удара какие-нибудь вы пропустили все равно это для вертолета очень много это какое-то количество жизни вертолет надо возвращать отчинивая если в идеале да то есть теряешь золото инициативу все такой темп игровой ты не хочешь этого делать поэтому ты остаешь оставляешь все как есть и постепенно их теряешь так лоб мил решает в два фронта сработать и убивает main который был выкопанный соответственно грифоны по нему наносили увеличенный урон ну смотрим 40 на 44 инвал почему инвал а тут верты пока раздерьбанивают дамил пытается выиграть время а можно кстати этого-то и отдать дротик есть нет для замедления нет все таки аватар был взят видим дри отвернул эльф чтобы отбиваться от вертолетов минус паладин есть золото нет но есть и темы которые можно продать у двух ряд такой стак вертолетов развалит потому что он по ним бьет дополнительно ну и потому что их больше что анармор броня удрят об а ее и даже один вертолет все равно это неприятно супер не до контроля уме уже пять вертолет всего лишь осталось ведь и тяжело если хэппи но это не тот хэппи это админ загоняет загоняет вертолет теряет мил еще одного четыре верта уже осталось до продал когти архимаг так все в бей строить не сыграет в ки ауты у хумана сейчас есть как-то забрать героев на валах но здесь ночь регенец и колодца мил не вызывает и лимов что видимо не давать экспо эльфу но на мой взгляд это не актуально двух ряд он бы уже давно убил этими лимами ну и заставлял бы тратиться на диспелл ману все такое то есть пусть там риджу вылетят в ряд пусть мана у колодцев тратится надряд дополнительный расход ну то есть три вот вызвал наконец три третьих и лима легко удрят разваливают так что особенно в длительных сражений по штуманного архимага ригенца много быстрее чем у дриад все уже сокер нападает понимает что в бейстрейд его визави не сыграет 32 на 40 кружку надо убить они все будет мил сражаться эту вышку да видимо должен бежит бежит только плохой мана менеджмент у эльфа теперь вот панды ульту не сделает хотя это уже не важно но тем не менее красивый прокаст и что минус хуман так став 0 архимага но тогда умирает паладин красивая игра получилась несмотря на то что супер доминантное начало было от эльфа вот в мид и начале лейтгейма допустил он ряд тотальных фатальных почти что ошибок типа потери 5 варденки и плохом позиционирование на файте на базе у хумана что дало вкупе с хорошим менеджментом ресурсов мил какие-то шансы на камбэк но последующая реабилитация эльфа так сказать переход в наземную армию и все-таки вложенные так сказать инвестиции в прокачку героев в самом начале игры они не позволили хуману закомбэчить но дали этой игре достаточно неплохую интригу вот и так сказать напряжение мы увидели с вами что ультимейты эльфийских героев очень сильные что варденка на некоторых картах герой непростой панда хоть и нейтральный герой но чаще всего из пальца используется эльфа и поэтому я я бы сказал не эльфийские герои физка связка героев вот так наверно будет корректнее но также мы увидели что всегда нужно бороться до конца никогда не сдаваться и искать пути для победы что даже такие матерые игроки профессионалы как вот сокер на прошло время один из топовавших корейских эльфов могут допускать ошибки казалось бы для них нетипичные вот еще раз хочу отметить крутую связку юнитов у мил то есть позиционирование зонинг панды молотками и последующая покупка колба инвиза сокером ну то есть поздно правда он перечислился на фэн оф найс пожалуй я бы отнес это к его ошибкам но в целом в целом сыграл эльф достаточно достаточно уверенно неплох и так это была игра номер 69 всем желаю хорошего дня где бы когда вы это не смотрели вот может быть кто 2050 уже наблюдает игру и до встречи с вами был пух пока